Всем привет! Дядь Юр дает прогноз на матч 31 тура АПЛ Шеффилд Юнайтед Арсенал. Встречаются 20 и 10 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 6 очных матчах команды поровну играли на обе забьют да нет и на тотал меньше больше. Последние 3 очные матчи прошли на обе забьют да. Арсенал выиграл 2 последних очных матча со счетом 2-1. Статистика команд. Шеффилд проиграл последние 4 матча. Шеффилд последние 4 домашние матча отыграл на обе забьют нет. Арсенал без побед в последних 4 матчах. Арсенал последние 5 выездов отыграл на обе забьют да. В минувшем туре Шеффилд Юнайтед проиграл Лидсу 1-2. Хозяева ожидаемо владели преимуществом, но в концовке первого тайма гостям удалось разок попасть в створ ворот Лидса и забить. На перерыв команды ушли при счете 1-1. Однако в самом начале тайма второго Шеффилд отметился автоголом, а второй раз попасть в створ ворот Лидса уже не удалось. Арсенал проиграл Ливерпулю 0-3. Счет был явно не по игре. Вообще все шло к нулевой ничьей. Пока во втором тайме не вышел Жота и сразу же забил гол. А через 4 минуты Салах убежал в быструю контратаку и забил с острого угла между ног Лено. Пожалуй 2-0 хватило бы для этого матча. Однако в концовке игры Арсенал сделал на ровном месте еще один привоз у своих ворот и Жота оформил дубль. В целом Ливерпуль выглядел лучше, но никак не на 3-0. В очном матче первого круга выиграл Арсенал 2-1. Шеффилд уже в чемпионшипе. Арсенал похоже остался без Еврокубков. Единственный шанс выиграть Лигу Европы. А там ситуация у канониров непростая. В первом матче против пражской Славии хозяева упустили минимальную победу на последних секундах матча. Конечно, ничего страшного не случилось. Арсенал откровенно не повезло в игре с чехами. Команда не реализовала пару убойных моментов и пропустила в какой-то мере не совсем логичный гол. Но факт остается фактом. В Праге англичанам надо обязательно забивать и желательно не пропускать. Поэтому логично ждать, что основной приоритет Артета все же отдаст именно ответной игре со Славией. В последних трехочных матчах в минувшем году Шеффилд забивал в ворота Арсенала. Канониры неизменно пропускали в последних 14 матчах. Это очень длинная пропускная серия для Арсенала. Поэтому здесь велик шанс на нулевую игру. Из связки с того, кто там меньше 2,5, обе забьют нет победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 1,86, на обе забьют нет 1,81, на победу гостей 1,61. Тут вроде бы должна бы быть победа Арсенала, но Шеффилд запросто может упереться и пробить оборону хозяев будет непросто. Рамсдейл, если поймает хороший день, может очень надежно отстоять. В норме здесь надо ожидать минимальной победы Арсенала или даже низовой ничьей. Арсенал последние 3 матча ВПЛ отыграл на тотал больше. Лишь на старте сезона, в первых 4 турах, Канониры отыграли результативную серию. Поэтому здесь большой шанс на тотал меньше, но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok